здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном ломонос петр сегодня с вами мы поговорим о капусте а то и который мы все любим который нам всем нравится это белокочанная капуста мы уже показывали как 5 марта мы все высевали эту капусту на рассаду капуста нас имеют уже три-четыре настоящих листочка и мы ее будем высаживать в открытый грунт конечно капусту она нас растет в кассете ее можно было бы эту капусту подражать до больших размеров но я полагаю что нет смысла почему погода сейчас прохладная проходят дождики капуста эта маленькая капуста очень быстро быстро приживется и соответственно она догонит по развитию ту большую капусту который будет высаживаться более благоприятные сроки что необходимо сделать ну знаешь во первых капуста вся любит свежий навоз и переносит свежий навоз поэтому надо очень хорошо заправить почву почву под капусту мы уже унесли навоза вместе сложные минеральные удобрения вот из расчета 20-30 грамм на один метр квадратный сейчас нам останется только еще раз поравнять землю провороновать и высаживать капусту капусту будем садить на расстоянии 40 сантиметров друг от друга что чтобы не делать не бегать лимейкой не мерить это расстояние между растениями между родами вот есть такой я приспособил такой инструмент это что штык для проколки сорняков его длина 40 сантиметров вот им как раз это расстояние между рассадами капусты которые которые мы сделаем это это мир который будем мерить мы соответственно нам надо 60 получится что надо один и пол штыка этого расстояния между 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 радочками вот ну значит какая ошибка допускаться огородниками к при выжасшивании рассады капусты конечно достать чего не проблема мы сейчас достанем из кассеты и но я как бы сразу перед этим обильно поливают и сразу высаживают в открытый грунт вот так делать не совсем правильно почему потому что в открытом грунте нашу капусту поджидают масса болезней и масса вредителей ну среди них самое страшное это этакий это кила капусты поэтому эту рассаду перед тем как высадить можно надо обработать ну тут нравится вам или не нравится на 6 беру беру любой химический препарат от вредителей добавлю добавляем туда ордан и лексик и лексик и лексик он от болезней все то смешиваем делаем такую баковую смесь баковую смешали все достаем рассаду достали рассаду смотрите какие красивые замечательные корешочки мы не будем нарушать корневую систему вот этой баковой смесью мы обязательно побрызгаем весь этот ком делаем родочек по которым будем высаживать также у нас приготовлена древесная зола древесной золы мы добавляем каждую луночку под эту капусту примерно две-три столовые ложки начинаем снять нашу рассаду высаживаем до нас старших листиков если заметите возле каждого растения мы будем оставлять луночку то есть вороночку такую для чего нужна сейчас я объясню наша капуста вся вся посажена сделать сделала сделала такая вороночка что нам дает эта вороночка знать эту вороночку войдет пол гитра воды то есть норма который надо нам для полива этой капусты вот вода не будет рассекаться будет поступать к на нашему растению и на и расходятся как бы только растением они вот рассекаться по всей поверхности почвы это не забывайте это вороночку до под дальнейшем по для роста мы будем заполнить перегноем и наша капуста будет прекрасно так что вот технология посадки очень простая главное при посадке капусты не забывать обработать рассаду что многие огородники забывают делать а просто высаживают надеюсь на авось и добавить обязательно залу нету залы добавляйте доломитовую муку потому что это также снизит риск появления различных болезней нашей капусте и будет давать наша капуста очень хороший урожай а сейчас мы с вами перейдем другой градке и подкормим капусту который будет высаживаться гораздо более поздно это поздняя капуста я покажу как его подкармливать правильно как его чтобы она выросла в момент в средине мая чтобы она была хорошая была готова к посадке но сейчас мы уже посадили раннюю капусту вы уже поняли особенности сейчас мы с тем для поздней капусты эта капуста по щенок конечно в открытом грунте на градке она только зашла на не только застана уже а уже неделю раз она проросла неделю значит эту капусту нам надо поддержать надо подкормить почему важна подкормка для капусты особенно в этом году значит вы сами видите что и март и апрель у нас в основном прохладные прохладные дожди нас капусте не хватает питания корни слабенькие они не могут взять питание которые есть почве поэтому мы им поможем мы сделали подкормку что нам надо нам надо усилить рост этой капусты поэтому подкормку сделаем азотными удобрениями из-за того что погода холодно мы не будем использовать мочевину мочевина работы только теплую погоду нам подойдет или сульфат аммония или аммиашная селитра вот и что мы будем делать если вы обращали внимание нас на инструкцию любого удобрения написано вот даже вот это сульфат аммония написано 20 грамм на метр квадратный значит вот этой этой лечке не хватает на три с половиной метра квадратного нас не надо 70 грамм удобрений и вот ну можно мерить ложкой конечно но я считаю таким советским это сам советская 100 граммов к это сделать гораздо гораздо проще и быстрее ну вот насыпать насыпаем неполную 100 граммов ку примерно на три четверти это это и будет нор норма этого этого удобрения насыпали водичку перемешали и все и дальше и дальше мы начинаем поливать нашу капусточку равномерно по всей по всей площади полили капусточку вода вода впиталась а вот через 10 минут и мы еще раз пойдем капусту такую не так обильно уже чуть-чуть чистой водой для того чтобы удобрение осталось на листиках не припалила нам листики это надо делать обязательно такая подкормка значит ускорит развитие нашей нашей капусты капуста наша станет развиваться ну боль быстрее и будет более 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 здоровой если пойдет погода будет тепло конечно она будет стать питанием будет брать из земли но пока я повторюсь что наша капуста еще слабенькая за этой капризовой погоды поэтому мы ее поддержим вот в дальнейшем можно выдать кроме корневой подкормки дать ей внекорневую подкормку для внекорневой подкормки то есть подкормки для листьев мы возьмем агрикола для рассады есть такое удобрение можете это удобрение использовать посадил по нашим советам капусту вы будете иметь хороший урожай ваша капуста будет защищена от вредителей от болезней вот ну и удачи вам до встречи на нашем youtube канале до свидания